вот все комета на улайс по-моему даже на мониторе видно экране виден хвост кометы рога повернуты вверх так они выглядят сегодня 11 июля 2020 года в харькове 329 по киеву а наш поднимается выше над горизонтом и соответственно в менее плотные через меньшие слои атмосферы нам на нее приходится смотреть вот за счет этого видно и гораздо лучше чем в предыдущих дублях хотя сейчас уже явно светает ожидалось бы что на фоне светлого неба и меньше будет заметно а нет меньше ее скрывает грязная земная атмосфера так все не трогаю штатив отошел погодка у нас просто великолепно идеальные условия абсолютный штиль ни одного облачка только там где-то далеко далеко на горизонте наслоение атмосферных это снято со 125-кратным увеличением оптическим и четырехкратным цифровым на ультразум никон клубе xp 1000 телескопов не использую объектив не сменный сразу отвечаю на часто задаваемые вопросы по поводу съемок седьмой день я снимаю парад планет начавшийся 4 июля постоянно эти вопросы однотипные и вот вчера открыл комету эту новаясь но смысле я открыл в так как колумб америка который считал индии просто обнаружил для себя едущий поснимать парад планет увидел прореху в небесах будучи человеком неверующим понял что никакие это не знамения обычная комета которую люди по информированию меня давно уже ждали да по моему даже в комментариях мне кто такой писал снимите комету снимите комету я обычно представлял кометы как что то что не найдешь на небосводе а поскольку ультразум светочувствительность маленькая так меньшая да сейчас смотрю не через окуляр а через экран вижу я все равно хвостками то вчера так у было просто белье сайт от но сегодня и на что это объект комета с хвостом вчера под мостом поймали с хвостом не видел я тоже на вчерашние свои стянания по поводу того что это первая комета которая вижу в живую своей жизни многие сказали как же 98 году а в 98 году когда была там какая-то комета я служил срочную службу в крыму и мне сто процентов было не до комет ничего них тогда не знал так что это да первая комета которую в живую вижу глазами что называться очень рад возможности дать кому-то еще надо посмотреть тоже ребята в комментариях пишут что-то облачно то еще что-нибудь у кого-то просто оптики нету смотрите на здоровье извиняюсь за то что такие отвратительные навыки съемки но я далеко не оператор это все любительское и еще один распространенный довольно вопрос пользуйтесь этим видео любым видео на канале Максиму Костенко в своих целях не надо не обязательно ни на кого ссылаться давать ссылки это мне совершенно не важно если мое увлечение кому-то нравится используйте его по своему усмотрению как вам угодно никаких претензий с моей стороны не будут пишут что ваше видео ворует никто ничего не ворует это все можно использовать даром как вам угодно без всяких предварительных договоренностей со мной о чем на этом канале давно написано много лет назад не надо со мной ничего согласовывать делайте с этим видео что хотите видео фотографии которые кстати фотография там есть на ютубе раздел сообщества там фотографии будут это уже выкладываются это и кометы ну и всего прочего не нравится не смотрите то есть отвечайте ему кто говорит зачем непрофессионально и так далее все очень просто выключаем и не смотрим но если хочется что-то с этим видео делать на здоровье не надо у меня ничего спрашивать и говорит что на что-то кто-то ворует все это даром безвозмездно как говорилось в памятном советском мультике так это у нас ближение сатурна ой господи зато Венера и Альдебарана да наверное на низких настройках светочувствительности я не поснимаю не до того будет так мне нравится ну пусть такой засветка но зато окружающую обстановку наблюдаешь каких-то научных целей не проследую обнаружить венерианцев на Венере но видно серп Венеры освещенную только с одной стороны солнцем они затмеваемого каким-либо объектом Винальдо баран с которым сегодня Венера сблизилась сегодня как раз то дата альдебаран поехали к Марсу ох как я обожаю эти моменты когда можно в секунду просто развернуться и слетать куда-нибудь на Луну вон Марс слева от проводов не знаю на экране проводов не видно я в окуляр целюсь тут провода электросвязи видно хорошо не с Марсом конечно я столько не пью с каким-то соседним поселком а вот звездочка тоже в предыдущем дубле попала в кадр хорошо и опять же распространенный вопрос а где звезды ультра зум низкая светочувствительность но объективно для того чтобы получить такую кратность просто физически либо бы то есть у меня этот объектив если бы у меня матрица была стандартная скажем там full frame полноразмерная объектив был бы 3 метра и было бы неудобно кто себе представляет что такое 3 метра оптика длиной 3 метра это не то что ты захочешь взять с собой в поход не то чтобы я хотел в поход но оптику в 3 метра мне тоже не хочется в этот раз начали с Марса в этот раз начали с Луны все отошел красоте вообще ни ветерка ни комаров ну вам то все равно а мне не все равно комары тут с моим весом боролись так активно что я наверное десятую часть потерял ДНК вот это на опыты забирали насекомые никакие инсектициды не помогали так поехали вернемся к нашим вот этому звездочке не знаю видно ладно не будем на звездочках поехали к Марсу да у нас попарно да у нас попарно еще раз говорю дрожатные руки фотоаппарат на штативе при таких увеличениях любое касание дает дичайшую тряску советую уже монтировки астрономические там и все все такое прочее но у меня знаете ли семена по 16 часов по 5 дней в неделю так что у меня сейчас не до монтировок хорошо нахожу всеми силу снимать а не дрыхнуть как это положено людям в трезвом уме из крепкой памяти так Марс есть да на рабочей неделе закончилась и может быть эту ночь ну то есть нету ту которая будет через несколько лет ой подсолнухи какая красота не видно темно слишком ночью елки палаты уже раскрылись ладно бог не без подсолнухами скажу вам как атеист так носим наверно мы с юпитера потому что он уже норовит вернуть за горизонт а там такая красивейшая очередь из спутников юпитера просто все с одной стороны чешуя как жар горя ежики к нам пришли шумят посмотреть наверно хотят шестьсот двадцать миллионов километров до вот этого черного места до юпитера ну куда же вы убегаете лапочки мои сейчас ох нелегкая эта работа все я сейчас оставил отошел и будьте любезны справа внизу калисто спутник дальше идет европа гонка за лидером за европой идет гонимед звучит как то по медицински гонимед с коронавирусом всегда и последний спутник его и вот уже убежал из кадра все таки сейчас надо настроить низкую светочувствительность может даже полосы поснимаю на юпитера другая светочувствительность позволяет видеть полосы на юпитере но не позволяет видеть ну вот видно и подсолнухи по моему классно вообще ракурс такой надо сейчас фотографию сделать будет точно как ван гог подсолнухи ван гога подсолнуха кто там из них абсент хлистал цветопередача нарушилась а кто не хлистал все наверное их листали так я ван гог себе уши отрезал вьетнам 66 69 сатурн 1 миллиард 350 там 348 миллионов километров мы миллион километров туда миллион километров сюда кто считает на таких расстояниях сатурн тоже великолепен очень примечательные две планетки в паре спутники спутники юпитера его это великолепная полосатость очаровательная и окольцеванный сатурн как анало плывет как сомбреро постиг все нечем было заплатить кому там хорону и кого-то в сомбреро утопили одна шляпка и осталось так замечательно была рассказана история прямо связана с юпитером и сатурном юпитер сатурн луна-марс где марс вон марс все не обманул луна-марс венера альдебаран ой как уже дохленько видно слишком ярко но венеру кстати будет видно даже когда взойдет солнце у меня есть там предыдущие съемки я прям с балкона снимал когда из-за высоток уже выглядывает солнце а вот альдебаран видно еще венера альдебаран комета наша где нео вайс я ее уже глазами не вижу сейчас попробую через окуляр рассмотреть будет не ребятки наверное это уже до вечера будут поиски вот и мы не не вижу жалко ну это уже галлюцинация в глазах по моему а вон какие-то звездочки ну это точно не комета нет хвоста вычеркиваем кастинг не прошел а ладышки будет вечер 11 июля 2020 год прекрасные съемки в смысле погода не про свое качество съемок я не настолько самонадеян стиль тишина парад планет комета не было только надоевшего мкм надоевшего моему коллеге по цеху мкс ну и бог с ним 3.49 по Киеву в Карьхове сейчас поснимаю с другими настройками пока Юпитер не спрят